Иосифу было 17 лет, он был со своими братьями, и он доносил слухи плохие. У кого из вас есть братья или сестры? Вы когда-либо дрались с братьями или сестрами? А ваш брат или сестра доносил на вас? Вам это нравилось? Нет, конечно, как и братьям, тем не нравилось. Есть еще одна причина, почему они это не любили. Потому что Яков очень ясно показал, что Иосиф – его любимый сын. Сделал ему особую одежду. И в большинстве английских переводов говорится, что это разноцветная одежда. Насчет еврита там не точно, не ясно, что за значение. Но, скорее всего, эта одежда указала на то, что он любимый сын. И что он получает двойную порцию всего. И он самый младший, но и после него идет еще Вениамин. И что Иосиф перепрыгнет всех своих братьев и самое лучшее получит от отца. И поэтому моего братья даже не могли говорить с ним. У Иосифа был сон, из-за которого его братья еще больше возненавидели. И в основном сон показывал на то, что они будут служить Иосифу. Они придут и поклонятся ему. Что бы вы подумали, если бы ваш брат, сестра рассказали вам такую историю? Вы бы тоже не были очень счастливы. И так же было и с ними. Затем он говорит, у меня еще один сон был. Солнце, Луна и 11 звезд. Затем они возненавидели его весьма сильно. И рассказал он этот сон своему отцу. И Яков понял, кто это, эти солнце, звезды. Луна, и он говорит, что это твои братья, твоя мать и я признаю, что ты самый великий. И братья завидовали. Но Яков сохранял это в своем сердце. Где еще в Библии упоминается Солнце, Луна и звезды? В книге Откровения. Я думаю, что это в 12 главе. Или где-то рядом. Поэтому это очень ясная ссылка на Израиль. Существует очень много интерпретаций, которые дают Церковь. И они не хотят видеть, что Израиль занимает центральное место в программе Бога последнего времени. Но все это на своем месте находится. Затем, в другой раз, братья заботятся о стадах, но там нет Иосифа. Иосиф занимается теми делами, которые поручил ему его отец. Хороший сыночек. Отец говорит, ну теперь пойди к своим братьям, проверь, как у них дела. Он идет. И приходит... В 14 стих приходит к ним в Сихе. Но их там не было. Он спрашивает человека, ты видел их? И он говорит, да, видела. Они пошли в Дафан. Я видел их издалека. Они увидели его издали и говорят, давайте избавимся от нашего братика. Убьем его. И тогда посмотрим, что будет с его с нами. Им свой собственный сарказм нравился. И Рубин услышал это. Нет, давайте лучше не будем его убивать. Только бросим его в яму. И его идея была такая. Пойду попозже и заберу его оттуда. И что происходит дальше? Он знает, что нужно... Как проступить правильно. Но он напуган и не хочет конфронтации с братьями. Иосиф приходит, они забирают его одежду. Бросают в яму. И тем садятся и кушают. Никакой совести. Даже ногам совести нет. Видят караван, приближается к ним. Направляется в Египет. И говорят между собой, зачем нам его здесь оставлять? Давайте хотя бы денежки с этого сделаем себе. И его братья не очень хорошие люди. Продадим его. Достают его. И продают караван. Берут одежду его. Мажут кровью ей. И затем в 35 стихе. Это стоило того. И братья даже не предполагали, что такое может случиться. Потому что они все же переживали о своем отце. Они думали наперед. Они думали о будущем. Но они все же не смогли забежать очень далеко вперед. И они думали убьем его, скажем отцу, что вот он умер. Все, на этом будет конец. И все вернется на круги своя. Джейкоб. И Яков не хотел утешиться. И он говорит, я даже умру в своей печали. Даже до дни своей смерти я буду грустен, печален. И вот с чем пришлось жить этим братьям каждый день. И караван продает Иосифа Патифару. И в 38 главе немного истории об Иуде. У Иуды было несколько сыновей. Взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя Ифамарь. И этот первенец был не угоден перед очами Господа, а умертвил его Господь. И Иуда говорит второму сыну. Войди к жене брата твоего, женись на ней. Что это за история? Если вы женитесь на жене своего брата после его смерти, то первенец не будет вашим ребенком, а будет ребенком вашего брата. И все имущество будет принадлежать ему, а не вам. И второй сын говорит, а какая польза от этого мне? Он переспал с ней, но выпустил семя на землю. И поэтому Бог убивает его тоже. Я услышал некоторых проповедников в Америке. И которые хотят, чтобы вы думали, только хорошее происходит. Они очень известные по телевизору проповедуют. Бог никогда никого не убивал. Им нужно всю Библию перечитать. Если бы это зависело от меня, то я бы читал те части Библии, которые мне нравятся. Это намного интереснее. Но проблема в том, что очень многие части Библии не настолько воодушевляют. Но я также в них нуждаюсь. И затем Иуда говорит Сломаре, невестке своей. Живи вдовое в доме отца твоего. Пока мой сын подрастет и женится на тебе. И Иуда не намеревался третьего сына давать этой женщине. И она говорит, ты двоих моих сыновей убила. И ты этого не получит она. Это понятно? И он думает, что вся проблема в ней. Затем третий сын подрастает. И Фомаре видит, что он не даст его и мужья. И у него возникает план действий. И говорит, оденусь как проститутка. Накрою лицо. И он не узнает меня. И я забеременею от него. Вот как я получу то, что я должна получить. Жена Иуда умерла. Поэтому он идет к проститутке. И потом он говорит, о, только вспомнил. Свой кошелек забыл дома. И она говорит, как я... Но я дам тебе животное. Семнадцатый стих. Пришлю тебе козленка из стада. И она говорит, а как же мне знать? Она сказала, да, печать твою, перевезь твою, трость твою. Он говорит, хорошо. Поэтому... Вот. И на следующий день он отсылает через своего друга ей козленка. Чтобы он нашел ее. Эту проститутку. И ее там не было. И Иуда говорит, ну ладно, я попытался заплатить, но ее там не было. И позже он узнает, что она беременна. Что он говорит? Берем ее, давайте убьем ее. Здесь виден духовный принцип. Иногда то, что мы ненавидим больше всего, на самом деле являемся отражением нашей собственной слабости. Это понятно? Иногда чаще всего то, против чего мы часто негодуем, проповедуем против. И мы знаем, что в этом мы чаще всего искушаемы. И таким образом мы просто не способны сбалансированно смотреть на вещи. Иногда то, в чем мы уверены, в том, в чем мы сильны. И мы можем более сбалансированно проповедовать об этом. Видите, как работает наша психология? И у Фомарь был самый лучший ответ, который можно было дать. Она говорит, да, ты прав, я беременна. Но я беременна от того человека, кому принадлежат эти вещи. Я виновен, я виновен. По крайней мере, в этот момент он признал, что она более праведна, чем он. Некоторые люди даже бы и не остановились на этом. Они бы попытались убить ее, как Каин. Если я убью человека, убью человека, который напоминает мне о моей неудаче, тогда я избавлюсь от проблемы. Иуда также мог так поступить. Все равно убью ее. И забудем об этой проблеме. И подумайте только об этом. И пока она была жива, Иуда всегда помнил о своем поражении. И факт, что он не убил ее, указывает на то, что он на самом деле вырос, и вы не можете вырасти в Боге. Если не берете ответственность за свое поражение, свою неудачу. Можно просить прощения четырьмя способами. Первое. Да, я поступил неправильно, но это не было так плохо уж. Во-вторых. Да, я поступил неправильно, но ты поступил еще хуже. Когда у вас какие-то плохие отношения с кем-то. В-третьих. Да, я поступил неправильно, но это твоя вина, твоя ошибка. Знаете людей, которые приносят такие извинения? И есть четвертый способ, как просить извинения. Я поступил неправильно. Это моя вина. То неправильное, которое вышло из меня, было во мне. Это мое зло. Это правильный способ. Она забеременела, у нее рождаются два нята. И первый, который вырождается, родился. Первого звали Фарис. Потом Зара. И Фарис находится в родословной мессии. Это интересно. В генеалогии Ишуа, Матфея, первой главе. И в генеалогии есть некоторые проблемы. В большинстве генеалогических деревьев не включены женщины. Поэтому, родословная до Давида, в родословной до Давида существует, есть некоторые проблематичные женщины. Фомарь. Руф, которая принадлежала к маавитскому народу. Бирсавия. Какова мораль всей басни, истории? Существуют слухи, что Ишуа не был рожден своим отцом. Что его мать где-то гуляла с кем-то. И поэтому, когда вы говорите об этих других женщинах, и это можно указать, что даже до времени Давида были такие женщины с проблемами. Затем снова возвращаемся к истории с Иосифом. И вся остальная часть это история с Иосифом. Иосиф идет в Египет, работает в доме Патифара. Важный такой человек Патифар. Но Иосиф очень успешен благодаря благословениям Бога. Он настолько хорошо служит Патифару, что тот помещает его во главе всего. И он настолько доверяет ему, что даже не просит никакого отчета, отчетности от него. проблема. Он так не думает, что это проблема, но она становится очевидной. Иосиф был красив лицом и станом. Красивый лицом, и такое красивое телосложение. И жена Патифара видит его. И она хочет переспать с ним. Он говорит, нет, нет. Не могу поступить так против Бога и против твоего мужа. но все же день за днем она преследует его. И подумайте об этом. Все мы можем противостоять искушению один раз, два раза. Но что, если каждый день это сильное искушение приходит к нам? И он продолжает говорить, нет. Однажды никого не было в доме. Поэтому она на самом деле была смелой. И теперь говорит, давай, сейчас. И он убегает от нее. И он так хочет убраться оттуда. что его верхняя одежда падает. Помните слова Шекспира? Нет большего гнева, чем тот гнев, который у отверженной женщины. она очень злая, ожидает возвращения мужа. Этот еврей, которого ты привел, он пытался изнасиловать меня. Интересно, поверил ли Патифар своей жене на самом деле? если бы он поверил ей, то он бы просто убил Иосифа. Но он не верит, он помещает его в тюрьму. Вот Иосиф. Он послушный сын своему отцу. И конечно чуточку нечувствительен к своим братьям. И не заслуживал он того, чтобы быть продан в рабство. попал в Египет и снова у него дела идут хорошо. Ну естественно он думает, ну плохо конечно быть в Египте, но все равно как-то справимся с этим. Теперь он в тюрьме. Зачем он в тюрьме вообще находиться? за то, что он правильно делал? И если вы страдаете иногда за то, что поступаете правильно, что говорит Петр? Если это дело, то принимайте это с радостью. Лучше, чтобы вы страдали за добро, чем за то, что вы заслужили. начальник темницы начал давать некоторые обязанности Иосифу. И все начало улучшаться. И начальник темницы дает все в руки Иосифу. Он пленный, который управляет тюрьмой. Затем пару слуг фараона попадают в тюрьму. Один из них черпи, тот, кто занимается вином, другой пекарь. пекарь. И у них были сны. И они не знают, о чем же эти сны. Иосиф видит их. И конечно он видит, что они по-другому выглядят. Спрашивает их, что с вами случилось, вы таки странно выглядите. А что можно увидеть в Иосифе в такой ситуации? Что он не только заботится о себе. Они ему говорят, у нас были сны. И он говорит им, сны принадлежат Богу. Скажите мне. И они рассказывают ему. Бог дает Иосифу толкование. Сон первого был великим. Через три дня фараон восстановит тебя в прежней должности. И поэтому второй тоже ободрился то, что услышал первым. Может быть мой тоже что-то значит хорошее. Иосиф говорит сори, извините. У тебя не так все хорошо. Приготовься к тому, что твои уши немножко растянут. фараону первому говорит, возвратишься обратно к фараону, скажешь, тут бедный еврейский парень в темнице сидит. Я ничего плохого не делал. А он забыл его. Иосиф постоянно делает все верно. и люди постоянно его подводят. И даже тот, кому он помог в ситуации его, тот забыл его. И думаю, что Иосиф даже сам себе говорит, да, все, забыл он, фараон меня тоже не знает обо мне, то сколько возможно времени ушло, сколько времени нужно, чтобы продолжать, чтобы сохранять видение Бога для вашей жизни, когда все в вашей жизни идет против этого. не это ли история о патриархах? Когда Бог дает невероятное видение, обетование, но все равно им нужно ждать годы, иногда десятилетия. и чем дольше времени, тем труднее сохранять это видение, но они хранили. И к счастью, Бог не забыл его. Поэтому теперь настала очередь фараона видеть сон. И я уверен вы читали эту историю семи толстых коровок, семи толщих коровок, те съели вторых. Не он, его советники не знают о чем это. И фарон недоумений. И главный виночирпи слышит об этом. И говорит прости меня. Я помню мой грех. Был один человек в темнице, который истолковал мой сон. И он исполнился так, он сказал. позови позови его. И И И остригся, снил одежду и идет предстать перед фараоном. И говорит, это хорошие годы для Египта, плохие годы для Египта. И делает даже более того. Дает ему некоторый совет. поэтому фарон видит у него не просто хорошие идеи, но он мудрый человек. и назначает его главным экономистом Египта. Будешь вторым после меня. В египетской истории было такое перед когда правили не египтяне. И историки называют их Хиксос. И египтян это межностная идея, чтобы иностранец правил над ними. И поэтому исторически возможно это то же самое время совпадает. Фарон назначает Иосифа над всей страной. Никто другой не сможет этого сделать. Дает ему жену от священника египетского. Позже Иосифа рождаются несколько сыновей. Манасе и Ефрем. Что означает Бог помог мне забыть трудности. И Бог сделал меня плодовитым. И Он делает все возможно эти семь лет. голодом. И затем семь плохих лет, семь лет голода. И голод также и в Ханаане. Иосиф говорит сыновьям пойдите принесите еды оттуда. Взяли они денежки чтобы купить себе еду. Идут в Египет. Иосиф заключает все сделки с иностранцами по поводу покупки купли еды. приходят его братья. Они его не узнали но он их узнал. Сколько времени прошло с тех пор как его продали в рабство? Сколько лет Иосифа в то время? Ему теперь 39 лет. он в 30 лет он перестал перед фараоном. Прошло 7 лет хороших и теперь два плохих два года голода. Ему 39 лет и 17 лет когда он был продан. Он был тинейджером. А теперь он взрослый мужчина. Он выглядит по-другому. Кроме того, возможно, без бороды и побрит. поэтому они его не узнают. И каковы чувства происходили внутри Иосифа, когда он видит братьев? они приходят и поклоняются ему на свои лица. Он говорит, дед-то я это уже видел. И он начал думать, как же испытать их, посмотреть, изменились ли они. Начинает обвинять их. Вы шпионы. Нет, мы не шпионы, нормальные люди, обычные люди. Десять братьев. Еще там брат один остался и отец дома, еще один брат наш умер, его нет. И он говорит, ничего не получите от меня, пока младшего не приведете. О, бог мой, мы в проблеме. Немного они посидели в тюрьме и говорит, давайте одного отошлите, приведите не младшенького. Затем он изменяет. Нет, я одного оставлю себя. Это стратегия его. И самый худший сценарий, который может случиться. Он дал сначала худший сценарий, а потом немножко улучшил его. что он слышит в 21 стихе, что они говорят? 22 года спустя они говорят, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. О чем это говорит? они не просто вспомнили какое-то событие 22 летней давности, о чем они даже никогда не вспомнили за эти 22 года. Их совесть их постоянно мучила. теперь они знают, что вот что является причиной этой неприятности. И затем в 24 стихе он берет Симеона и связывает его перед их, перед глазами и говорит своим слугам наполните их мешки деньгами. Почему он это делает? Им не нужны их деньги. Это деньги его семьи. Во-вторых, он немного играет с ними. Он знает, что произойдет. они отойдут на дневное расстояние дороги. Захотят приготовить кушать. Откроют мешки с едой, а там будут деньги. И они, конечно, начнут задавать вопросов, что вообще происходит. Он хочет добавить еще более напряженности психологической в эту ситуацию. И это помогает. 28 стих. смутило сердце их, стрепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. Я уверен в том, что Иосиф хотел бы там видеть всю эту ситуацию. они приходят к Якову, рассказывают всю историю, опустошают все мешки и все их деньги с ними. Теперь они очень испугались. Что Яков говорит об этом? Иосифа нет, Вениамина хотите забрать? Симеона нет. Все это против меня, все настроено против меня. Иногда мы думаем, что все настроено против нас. И именно в тот момент, когда мы чувствуем это больше всего, именно тот момент, когда Бог начинает действовать, чтобы все перевернуть с головы на голову или с головы на ног. Не удивительно ли это? Почему Бог действует так? Он знает, что нас нужно немножко растянуть. Это понятно? И эта растяжка болезненна. я думаю, что многие плохие времена, когда хотели кого-то пытками мучить, связывали его, и затем крутили. Хочешь два метра быть, сейчас сделаем. Очень болезненно. И также болезненно здесь внутри растягиваться. Поэтому Яков говорит, ни за что, я Вениамина не отпущу. И Рубин говорит, ну слушай, нам же нужно туда пойти, возвратиться. Дай мне Вениамина. Если Вениамин не возвратится, возьмешь моих сыновей и убьешь их. Ни за что, Яков говорит. И проблема в том, что голод-то продолжался. В конце концов уже еды не оставалось никакой. И Яков тоже под прессом небольшим оказался. И его вера тоже растягивал. Бог Яков говорит, идите давайте принесите еды больше. А братик говорит, ни за что. Мы не хотим снова с этим парнем говорить. Без Вениамина. они знают, произойдет. Они думают, голова с плеч. Наконец Яков говорит, ладно. И Уда говорит, я буду гарантом за Вениамина. Яков соглашается, и они уходят. Берут все дары от Якова. И когда Иосиф всех их видит, в том числе Вениамина, говорит распорядителю, приготовь пир для всех этих людей в моем доме. Теперь его братья на самом деле испуганы. Это очень-очень непривычно. В один раз мы шпионы, а теперь нас в его дом приглашают. Очень все это подозрительно, очень странно. После первой и логичные 。